Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «На связи с муниципальной властью». Как всегда, посредом я, Андрей Острев. И опять мы рассмотрим, что же у нас происходит в городе, как происходит, что нового, что хорошего, что плохого. Вы, уважаемые зрители, не даете нашим гостям, так сказать, говорить только хорошие вещи, поэтому и задаете острые вопросы. И сегодня мы начнем программу не совсем обычной. Я хочу для вас прочитать пост в сети Facebook пользователя Максима Станиславского. Называется пост «Регистрация миссия проживания по-херсонски». Первое. Зняття з реєстрації Миколаевська міська рада. 13.00 прибув до ЦНАП, 13.00 отримав электронного талона, 13.25 виклик до держреєстратора, 13.45 зняття з реєстрації з відповідною відміткою в паспорті. Черг в ЦНАПі, як таковых, немає. Реєстрація Херсонська міська рада. 9.00 прибуття в Херсонський ЦНАП, черга 30-40 человек, люди озлоблені і проклиняють державу, владу, працівників ЦНАПу. 9.45. Консультація у працівника. 10.30. Священне табло та наявність вільної дати через місяць. Що ділять, треба брати. Приходиш через місяць, зазначений час, приходиш довгожданну процедуру і виявляється, що забув одну з шести оригіналів документу. Копія є в наявності, але тобі не вірять. Приходьте завтра. Ну і так далі. Тобто, це був такий пост собі про митарства, які чекали, я так зрозумів, колишнього мешканця Миколаєва, який переїхав до Херсону. І сьогодні ми рішили пригласити директора департамента з надання административних послуг Інгу Мураховську. Добрий вечір, Інга. Добрий вечір. Вот пост, в принципі, дуже хороший, тому, собственно, і родилась ідея з вами поговорити, як, вот, почим така разниця, що у нас взагалі в ЦНАП, тому що, якщо я так спомінаю, де-то год назад приблизительно були і замечання к роботі і так далі. І, в общем, собственно, говля, цей пост, наверное, скажімо, опять підсвітил проісходяще, але з хорошей сторони. Ну, давайте будемо хвастатися для наших слушателей. А я, одну секунду, ще номер телефона ви бачите на своїх екранах, званите, задавайте свої випроси. У мене только убедительна просьба, якщо ваш вопрос носить конкретний характер перед тем, як вас включит в студию, давайте, пожалуйста, номер своїй контактного телефона, щоб була можливість після передачі з вами зв'язатися. Ну що ж, хвастайтесь. Действительно, с апреля 16-го года Николаївський горсовет принял полномочия по регистрації граждан. Т.е. станом на сьогодні процедура упростилась, т.е. одновременно можна снятися з регистрації і зарегиструватися при наличі правоустанавливаючого документа, куди буде гражданин прописуватися. Давайте сразу конкретний вопрос. Вот этот человек, он приїхав в Херсон, і вот місяць його там митарствували. Скільки у нас занимає процедура для сравнення? Да. Во-первых, я хочу сразу обратить внимание, что в связи с тем, что действительно это очень востребованная административная услуга, мы для удобства граждан во всех администрациях районных принимают у нас эти регистраторы. Т.е. вы не только можете сняться і зарегистрироваться на Адмиральской, вы можете, придя в той же Корабельном районе для удобства граждан в районную администрацию, к регистратору, который работает каждый день без обеденного перерыва с 9 часов до 5 часов вечера, каждый день может прийти, и, значит, сама процедура происходит так. Например, в ЦНАПе существует электронная черга, т.е. туда записывается человек, у нас принимают на Адмиральской два регистратора. Это происходит одновременно и с консультациями других администраторов, т.е. те регистраторы чётко только проводят регистрацию в паспорте. Другие администраторы у нас выходят и консультируют. То есть, например, если у нас есть право собственности, и это спильно-частково-властность, то обовязково-зводо-властники. И поэтому мы для этого выходим, разъясняем гражданам, чтобы они, скажем так, уже чётко понимали, с какими документами они должны проходить. Но, в принципе, все, кто к нам приходит, процедурно это занимает 30 минут. Это, само собой, человек может прийти или уже с заполненными заявами, так как у нас на сайте уже вывешены бланки и разъяснено, в какой порядок. Или человек, например, это очень часто бывают взрослые люди, которым неудобно. Бланк, скажем так, на украинском, не так часто они его заполняют. У нас регистратор точно так же заполняет его сразу в электронном виде, выдаёт его и в реестр сразу вносятся эти видомости. Хорошо, сколько у нас бы эта процедура занимает сейчас, вот из вашей проблемы? От 20 до 30 минут. Но, смотрите, когда бывает... Вот постановка, постановка, тоже так же месяц нам придётся ждать? Нет, слава Богу, у нас в городе настолько поставлена работа, что эта послуга надаётся день в день. В других городах действительно идёт предварительная запись, потому что, ну, очень, скажем так, востребована эта административная услуга. У нас это день в день. Я думаю, наши внимательные зрители, кто сталкивался с вами, обязательно позвонят и расскажут о своём опыте. Я надеюсь. Многие внимательные зрители обратили внимание, что вы сейчас директор департамента. Да. Они были начальником СНАП, да, начальником центра. Вот такая приставка. Давайте вот её раскроем, потому что мы очень много говорили в своих программах о том, что вступает в действие новая структура ММР, да, и вот почему департамент, ну, что увеличится, уменьшится, улучшится, самое главное улучшится. Очень приятно, что подняли эту тему, потому что действительно раньше Центр над дня административных послуг, это был структурный предроздел в экономичевом комитету, и он, само собой, работал в режиме, ну, в принципе, как и сейчас тоже, это приём и выдача документов, то есть это могут быть документы дозвельного характера, те же документы на регистрацию нарухомости, бизнеса и так далее. В связи с принятием полномочий, это касается вот тех как раз востребованных административных услуг, это регистрация нарухомости, регистрация бизнеса, регистрация громадян и так далее, то как раз и возникла такая необходимость в создании департамента, то есть решением Минской Рады было утворено департамент, это краймо юридично особо, и в принципе станом на сегодня департамент создан, но и плавно работает ИЦНАП, то есть в структуре департамента будет управление державной администрацией и управление административных послуг. Вот как раз в управление административных послуг и будет входить видеоцентр на дне административных послуг, то есть это беспосредний прием и выдача документов. Забегая наперед, сразу хочу задать вопрос от наших зрителей, а как на пересечного громадянына вот эти изменения отразятся? Ну я надеюсь. Надо будет приходить в другое место или еще что-то, что-то? Ничего не, ну как, местонахождение не изменилось, то есть станом на сегодня на Адмиральское третье крыло, полностью занимает центр на дне административных послуг, мы и будем там далее располагаться. То есть у нас принимают сейчас администраторы, в закрытой зоне непосредственно находятся державные реестраторы, которые рееструют и работают в реестре. То есть для граждан они никак, ну как, изменения такие существенно не увидят, просто я надеюсь на то, что сейчас у нас будет объявлен конкурс и набираются люди для того, чтобы еще больше и быстрее оказывать к нам, гражданам все услуги, за которыми они нам обращаются. У нас есть первый звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, у моей точки разведения, вы не подскажете, какие документы с собой надо иметь. И могу ли я подойти? Рождение ребенка, чуть громче, если можно. Рождение ребенка, хорошо. Рождение ребенка должен подойти. Да, вот, кстати, мы хотели, спасибо большое за вопрос, мы хотели эту тему поднять, вот, регистрация рождения ребенка. Чем в Николаеве отличается от других? Я знаю, что отличается, но хочу, чтобы вы об этом сказали. Да, очень приятно. Сейчас мы ответим на ваш вопрос, но я действительно, повод сказать о том, что с декабря месяца 2016 года непосредственно Центр на Даня админпослуг совместно с руководством городского загста, благодарю ключники, но Владимировну за содействие, запроваджена у нас в первом роддоме одновременно выдача свидетельства о рождении и свидетельства о регистрации местонахождения, вместо регистрации ребенка. То есть упростилась процедура, родители. А в остальных роддомах когда будет? В остальных роддомах мы уже, у нас была, скажем так, нарада с керевництвом Раксев, и мы одновременно хотим с руководством запровадить всю процедуру, потому что это действительно упрощает самим мамам и папам подальшему не ходить в те же администрации или в ЦНАП. И вопрос нашего зрителя был, какие нужны документы и может ли прийти, я так понимаю, мать новоявленной мамы. Значит, смотрите, действительно у ребенка два законных представника. Очень здорово, когда мама и папа, значит, смотрите, процедурно заява идет или от мамы, или от папы. Прошу прощения. Но у нас обязательно идет сгода второго родителя на регистрацию. То есть для того, чтобы зарегистрировать ребенка, конечно, вообще процедурно необходимо два родителя, потому что один пишет заяву, другой дает сгоду. То есть обязательно должна, это процедурно еще необходимо, когда родители зарегистрированы по двум разным адресам. Когда в одном и том же месте, это тоже очень хорошо. Если конкретно по вопросу, необходимо оригинал свидетельства о рождении, заява заполненная и квитанция про сплату административного сбора. У нас, я хочу обратить внимание, в центре и в администрациях установлены на столах регистраторов и администраторов посттерминалы, поэтому гражданам, особенно когда было это в Центральном и в Ленинском, неудобно было действительно и... Ходить в банк платить? Да. Сейчас можно оплатить прямо на месте. Все на месте, вот в этом упростилось. То есть, отвечая на вопрос, мы говорим о том, что желательно все-таки, чтобы кто-то пришел из родителей с оригиналом свидетельства и с квитанцией. А там, в принципе, совсем когда новорожденные месяц или два, мы всегда смотрим, индивидуально подходим к этим вопросам. Спасибо. У нас есть следующий звоночек. Большой за звоночек, ваши комментарии. Очень приятно. Мне действительно очень приятно, потому что все наши сотрудники, кто работаем, мы ежедневно, ежеминутно выходим, спрашиваем, уточняем. Мы понимаем, что люди обратились к нам, им нужно полностью оказать те услуги, которыми они к нам вернулись. Поэтому очень приятно и здорово. Мы будем стараться. В общем, собственно говоря, с чего мы начинали нашу программу, вот этого мытарства этого человека, который месяц ждал регистрации. Ну, в общем, у нас это гораздо… Есть повод гордиться. Очень многие отмечают, что Николаев только в негативных новостях сегодня позитивный. У нас лучше. Что ж, продолжим. Какие услуги будет оказывать сейчас в связи с передачей полномочий, какие еще услуги будут оказывать СНАП, с чем приходить людям, к вам и когда? Значит, у нас, само собой, были какие новые полномочия. Это регистрация нарухомости. В связи с тем, что с нового года, 16-го, эту услугу может тоже проводить и нотариус, и государственный, и приватный, и точно так же аккредитованные субъекты. Но я вам хочу сказать, что обыкновенный, скажем так, громадянный, он все равно идет к нам, потому что у нас четко вызначено законом административный СБИР, и обыватель идет к нам, потому что у нас, может быть, не так быстро это происходит. У нас очереди бывают по регистрации нарухомости от 20 человек. Но идут люди к нам, потому что это дешевле, потому что у нас четко административный СБИР, вызначенным законом. И у нас эти деньги поступают в месяцевый бюджет. Вот это, скажем так, здорово. Самое главное такое преимущество. Хорошо. Что еще? Какие еще полномочия, кроме недвижимости, будут заниматься люди? Да. И также у нас еще происходит регистрация юридичных физических усид-предприемцев. У нас 7 регистраторов по этому направлению. Раньше эти функции выполняла юстиция. У них в городском отделе было 20 человек. У нас сейчас это делает 7 человек. Но я опять обращаю внимание, что все те же нотариусы и те же аккредитованные субъекты тоже выполняют эту услугу. Есть еще один такой немаловажный вопрос, который, в принципе, нашему мэру Александру Федоровичу часто задавали, когда будет электронный документооборот. Что в СНАПе происходит с электронным документооборотом? Да, конечно, электронный документооборот – это, скажем так, прорыв в будущее. Многие области уже работают. Мы только подходим к этому этапу. Сейчас в тестовом режиме мы проводим работы для того, чтобы запустить этот, скажем так, документооборот. У нас все взаимосвязано с, скажем так, с теми информационными и технологическими карточками, которые нам надают управление. И само собой это связано, скажем так, ну сейчас в тестовом режиме мы эту работу проводим и надеемся, что буквально в ближайшие хотя бы два месяца мы придем к вам на эфир и расскажем о том, что мы уже запустили и будем работать. Я буду стараться. У нас очень опасно давать обещания в наших эфирах. Нас слушают очень внимательно коллеги-журналисты и всегда пишут. Через два месяца вам обязательно это вспомнят. Но мы только хотим пожелать удачи. И давайте примем еще один звоночек. Добрый вечер в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Будьте добры, скажите, пожалуйста, не могли бы вы сказать, вот если человек меняет паспорт украинский, там в связи ошибкой в брачном, теперь сказали поменять, но выдали новое брачное правильное, обмен этот, сколько стоит? Спасибо. Да, как раз мы подошли к тому, о чем я хотела промолчать. Мы еще, к сожалению, не занимаемся выдачей паспортов, ну хотя полномочия у нас уже эти есть. У нас просто нет этого обладания. У нас сейчас будут выделяться деньги и мы будем закупать это обладание. То есть тот ваш вопрос сейчас адресован непосредственно к органам Державной миграционной службы, потому что именно миграционная служба продолжает в своем режиме выдавать как паспорта украинский, как ID паспорта в виде карточек. То есть районная миграционная служба каждого района принимает непосредственно по вашему вопросу. То есть, к сожалению, пока ответить на него не возможно. Хорошо, вот тогда сразу вопрос, а через какое время приблизительно ожидается, что наш снаб, который сегодня похвалили, еще похвастается тем, что паспорта будет выдавать? Вы знаете, это очень такая, скажем, и трудоемкая процедура, потому что мало того, что это обладание очень, скажем так, дорогое, на нем тоже надо, чтобы сотрудники проходили обучение и кроме этого еще должен быть этот захищенный канал, который тоже, скажем так, за обслуживание и все это все-все-все упирается в деньги. Вот, поэтому я надеюсь, что вот на ближайшие сессии бюджетной будет решен вопрос, и я надеюсь на то, что будут приобретены эти станции. Нам миграционная служба непосредственно Кирилл Ник Владимир Васильевич Иванов тоже помогает, всегда нас поддерживает и говорит о том, что это действительно тот процесс, который необходим нашему городу. То есть, чем быстрее, тем быстрее люди смогут получать еще услуги у нас и по вклике фотографии, по отрыванию ID-карточек, и загранпаспортов, геометрических, который разгрузит, собственно говоря. Разгрузит, нету слова, потому что жалобы иногда приходят к нам, я просто вижу, именно в связи с тем, что, да, сейчас вот, вы же понимаете, загранпаспорта это самая актуальная тема. Да, это здорово. Все побежали. Хорошо, о планах мы поговорили, давайте поговорим о статистике. Ну, то есть, вот, в самом-то деле, достаточно мало, мало, собственно, информации о том, что ЦНАП сделал для города. Вот, давайте несколько каких-то интересных цифр, что же, что же действительно у вас происходило, сколько у нас довольных горожан осталось, я надеюсь, довольных. Да, мы тоже надеемся. Значит, за 2016 год Центром надания административных послуг было надано 68 715 административных услуг. Вы знаете, это почти в пять раз больше увеличилась нагрузка, потому что мы проводили этот график, и в пять раз увеличилась нагрузка и то количество людей... Это только говорит сейчас о статистике, который... Это в Загали, это мы говорим и про Адмиральскую, и по районным администрациям, где у нас находятся регистраторы, державные регистраторы по регистрации юридичных и физичных УСИП и регистраторы по месту проживания. Хорошо, тогда еще вопрос у меня сразу, а сколько вообще сегодня, вот, сколько услуг оказывает наш Центр? И есть ли нам к чему стремиться по сравнению с другим городом? Ну, давайте вот об этом тоже поговорим. Будем честными, у нас 128 административных услуг. Это уже с новыми вот этими вот, которые... Да, это с новыми. Мы будем стремиться, и, в принципе, этот парелик будет тоже затверживаться на сессии обязательно. И мы надеемся, что как раз в это количество войдут еще эти электронные административные услуги, потому что действительно вот те же заказать вытек с геокадастра можно сейчас онлайн. Заходите на карту геокадастра, заказываете, указываете данные и просто указываете, где, в каком месте вы хотите получить этот вытек. То есть человек приходит один раз всего лишь. Точно так же, вот как мы заказываем билеты онлайн, он оплачивает через карточку за эту услугу и приходит только к нам один раз уже за отрыванием результата. А кто у нас лидер в Украине вообще по оказанию админуслуг? Вы знаете, в принципе, я могу сказать так, Винница, Луцк, и очень часто мы ездим, это Ивано-Франковск, они молодцы. У них это все на таком налаженном ривне. А сколько лет ушло у этих городов? Ну, Винницу я, предположим, знаю, что у них там еще началось это началось еще со времен, когда был Гройсман, Владимир Гройсман был мэром, и вот он, собственно, начинал эту историю. Сейчас она на очень высоком уровне действительно технологическом работает. А сколько вот у Луцка, которого я, насколько знаю, это вот уже, они начали пост Майдан, вот после Майдана начали вот это все дело внедрять, если мне память изменит. Нет, нет. Вы знаете, если у нас ЦНАП начал работать с 2013 года, то у них, по-моему, с 2011 года было это запроваджено. На два года раньше. Да, у них это намного раньше запроваджено. Конечно, например, тут же Ивано-Франковск, он чуть-чуть меньше, чем у нас, но у них точно так же, как вот и во Львове, у них тенденция в районных администрациях на первых этажах делать центры на Дане админпослуг. И вот я тоже недавно вернулась с Харькова, я вам хочу сказать, что там действительно очень большие, скажем так, как слово... Площадя? Нет, вложения идут именно в эти центры. Но я вам хочу сказать, там уже одновременно сидят и соцзахистов, потому что люди, приходя именно в этот центр, одновременно могут получать услуги все, в том числе оформление и субсидий, и будь каких-то социальных послуг. А нас такое ожидает? И в какой период? Вы давайте так, оптимистический план. Вы знаете, это очень грандиозно, но вообще для людей это будет здорово, зайдя, скажем так, в одно место, отримать сразу все послуги. Это было бы здорово. Ну, я так понимаю, сейчас вопрос уперся, опять же, в финансирование. И помещение, конечно. Помещение и финансирование. Ну, насколько я помню, недавно было предложение мэра о покупке помещения под СНАП. Давайте, если можно, пару слов об этом. Я пока не могу ничего конкретно сказать, потому что, вы знаете, действительно, это помещение, вот если брать так грандиозно, оно должно быть, во-первых, и с зоной очикывания, и с детской комнатой. И там, где будут обращиваться. Это так есть, я вот там был, я это видел. Вот, то есть, ну, это надо так, знаете, глобально смотреть вперед. Размещение это все должно быть настолько профессионально все сделано, это надо подходить к этому очень профессионально. А нет приблизительного, да, ориентироваться на сколько это в деньгах эквивалент? Вот, знаете, сейчас с учетом наших всех таких, вот, я не могу сказать, к сожалению. Хорошо, тогда и, наверное, ну, предпоследний вопрос. У нас там пару минут буквально эфира осталось. Смотрите, вот вы говорили о том, что при администрациях есть, ну, грубо говоря, только какая-то часть, часть услуг оказывается. А через какое время ожидать, ожидать, что, ну, значительное увеличение, или, ну, не побоюсь сказать, что все услуги, но значительное увеличение количества предоставляемых услуг именно в администрациях? Потому что, например, тот же Корабельный район, ну, действительно целое событие. Приехать к нам, да, я соглашусь. Значит, я еще раз повторюсь, я надеюсь, с запуском документа оборота действительно люди смогут прийти в Корабельную администрацию, подать документы, нам они отсканируются, придут как раз тот бэк-офис, который будет отрабатывать, и вот с запуском документа оборота. Мы сейчас все усилия прилагаем для того, чтобы его запустить и ускорить эту процедуру. А как вы считаете, вот, что, ну, какая самая большая проблема сегодня в документ обороте, вот в электронном документ обороте, или давайте даже не так, документ оборот это отдельная история, я уверен, что мы спросим Юрия Степанца, обязательно его позовем и его проспрашиваем об этом. А какая самая большая проблема сегодня у СНАП, у департамента уже, и, ну, вот, и когда она будет решена, по вашему мнению? Ну, то есть мы вас хвалили всю программу. Нет, нет, я понимаю. Что вот такое, вот, что самое такое, на ваше мнение, требующее внимания, что... Ну, я бы, наверное, все-таки, вот, если так навскидку, я вам говорю о том, что сейчас самая востребованная услуга, это будет все-таки выдача паспортов и ID-карточек, поэтому сейчас, мне кажется, надо тоже приложить все усилия, чтобы депутаты поняли значимость всего этого процесса, да, и выделили деньги на покупку этого обладания, потому что, ну, это самое такое актуальное и востребованное. Что ж, спасибо вам большое за то, что были у нас, в наше время эфира нашего подошло к концу. Ну, уважаемые телезрители, вот, просьба большая, обращайтесь к своим депутатам, пожалуйста, стимулируйте их, чтобы паспорта можно было получать и в ЦНАПе, чтобы на это выделили деньги и, собственно говоря, очереди огромные прекратились. Что ж, спасибо, спасибо зрителям за то, что были с нами, до следующей среды, телеканал Николаев, не переключайтесь, с нами всегда интересно, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова